Минск-Неман Минск-Неман Сразу хочется отметить, что сегодня в стартовом составе Минска вышел на поле молодой игрок Валерий Громыко, который также получил вызов от Игоря Ковалевича в молодежную сборную на товарищеские игры с англичанами и россиянами. Кстати, Валера к нам в кадр попадает уже не первый раз. Еще в начале жизни нашего проекта у нас состоялась любопытная встреча. Владеют территориальным преимуществом хозяева и предпосылок для гола у них куда больше, чем у гостей. К слову, зрителей на матче Минска снова немного. Мы потрудились и сосчитали. Вышло человек 350, не считая участников матча. 38-я минута становится результативной для Минска. Владимир Хвощинский выводит горожан вперед. Первый темп завершен и во втором Неману нужно хорошенько постараться, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Хорошим могло стать начало второго тайма для Немана. Игроки затолкали мяч в ворота Климовича, но судья прежде зажег авсайт и счет по-прежнему в пользу горожан. Удваивает Минск преимущество. Владимир Хвощинский оформляет дубль. Проходит игра в попытках Немана отыграться, но Минск не собирается уступать преимущество. Неплохая возможность у Сенкевича забит, но мяч после удара головой Яна пролетает мимо. Однако, несмотря ни на что, вызвать недовольство Климовича удалось. Тем временем на спасение игры остаются считанные минуты и, кажется, уже можно констатировать, что гродненцы очки не добудут. Матч завершен. Минск набирает три балла и укрепляет свои позиции в турнирной таблице. Неман же снова в расстройстве, но ничего, все самое лучшее еще впереди. Мы же с вами встречаемся на финальном матче Кубка Беларуси «Батэ Шахтер». Кубка Беларуси «Батэ Шахтер».